Хорошая организация, хороший настрой на сегодняшний матч и хорошая командная работа во всех линиях. И как итог, уверенная победа. Понимали, что у Слуцка при анализе соперника последних матчей была победа 2-0 над Гродно Неманом, здесь заслуженная, и было крупное поражение от Бате. Поэтому важно было здесь команду настроить таким образом, чтобы не произошло какой-то недооценки, потому что, еще раз говорю, поражение 0-6 от Бате, который соперник потерпел. Тем не менее, у Слуцка были моменты, и просто реализация подвела в некоторых моментах, но затем уже, естественно, Бате наказал. Поэтому мы ни в коем случае не обращали внимания на этот счет, который такой крупный, и важно было, еще раз говорю, нам прежде всего самим, как команде, организовано сработать то, что я сказал в начале, то есть, еще раз могу повторить, хорошая организация, хороший настрой, хорошая командная работа и уверенная победа. Владимир Викторович, Павел Ситько сегодня вышел под 74-м номером, поделитесь историей, почему? Да, Павел, к сожалению, у Павла ушел из жизни отец, поэтому понятно, что нам важно было поддержать парня. Он у меня отпросился на похороны в Брест, поэтому, естественно, что мы учитывали эту ситуацию, поэтому и Паша тоже, наверное, в память отцу вышел сегодня под 74-м номером, наверное, столько лет было отцу, поэтому мы также поддержали Павла и в коллективе, и сегодня я доверил ему место в стартовом составе, ну и он отлично отработал вместе, как и вся команда. На Евро 24 за какими командами в сборной будете следить? Кого считаете фаворитами? Я в целом хочу за турниром последить, потому что очень интересные какие-то тренерские идеи, тренерские задумки, потому что действительно есть хорошие топовые сборные, которые фаворитами являются на этом Евро, вот, и вчера матч открытия показал, что и Германия хозяин Евро очень интересно выглядит, вот, по крайней мере, по первому матчу с шотландцами, ну а дальше будем смотреть за развитием. Я думаю, не буду оригинальным, скажу, что это и Германия, это и Франция, Италия тоже интересная команда, посмотрим, как спалить именно итальянцы действующие чемпионы Европы, поэтому тут и отстаивать титул. В любом случае, европейское первенство это всегда интересная пища для того, чтобы тренерам посмотреть футбол, высококвалифицированных футболистов на уровне сборной, для того, чтобы себе что-то подметить и, скажем так, может даже в дальнейшей работе применять. Поэтому мы ждем хорошего футбола на Евро, и я уверен, что так и будет. Спасибо.